В начале об эпидситуации за последние сутки новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Количество зарегистрированных на сегодня больных не изменилось. 231 сообщил на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Жексилы Кабдюсаметов. Эпидситуация по области оценивается как стабильная. За последние две недели прирост больных составил не более 7%. Но все же некоторый прирост ожидается. Потому что ожидается прибытие наших студентов и рабочих, которые находятся в Российской Федерации. Российская Федерация сейчас, знаете, ежедневный прирост дает около 10-11 тысяч в сутки. Поэтому ожидается, что наши граждане, которые будут прибывать, они тоже будут в определенной степени с заражением коронавирусной инфекцией. Вахтовым методом, работающим, организованный вывоз наших сотрудников. Прибыло 924 вахтовиков. Из них выявлено 6 при прибытии. И еще один больной выявился после контакта. Но на данный момент прибывают люди самостоятельно. И мы их тоже берем под наблюдение и обязательно берем тестирование. В области 316 аппаратов ИВЛ. Но пока в них потребностей не возникало. Тяжелых больных среди зараженных не было. Большая часть больных – это молодые люди от 20 до 30 лет. Самому пожилому – 87 лет. Есть и дети до года. В целом до 14 лет детей у нас 22 случая заболевания. По пациентам можно сказать, что у нас был случай, когда родильница была заражена с коронавирусной инфекцией. Но, к счастью, ребенок, новорожденный, оказался здоровым и был выписан домой. Но, кроме этого, был выявлен у 4-месячного ребенка и имеется несколько пациентов до года. Но у них переносится хорошо и они у нас выписываются с выздоровлением. Тяжело переносятся люди старше 65 лет и с другими хроническими заболеваниями. Режим карантина поэтапно смягчается, но риск дальнейшего распространения вируса все еще сохраняется. Об этом надо помнить и сохранять меры предосторожности. Это вирусная инфекция. Вирусная инфекция у нас имеет сезонность. Осенне-зимний период идет рост этих заболеваний. Конечно, мы ожидаем, что с появлением лета, с наступлением лета и повышением температуры внешней будет спад. И это будет как сезонное заболевание. Но нельзя на это расслабляться и считать, что с наступлением лета заболевание вообще исчезнет. Потому что этот вирус очень вирулентный, очень контагиозный, быстро передается и протекает очень неблагоприятно. Поэтому все-таки мы должны надеяться на соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, нежели на потепление.